Там стоит камень бестолково, здесь течет вся грязь на дорогу, которую вы не можете убирать. У вас никогда чистыми города так не будут. Никогда, от слова совсем. В БИСК с проверкой нагрянула комиссия из Москвы. Событие, которое заставило понервничать верха городской власти. И было отчего, замечания сыпались как из рога изобилия. Представитель Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина проверила несколько дворов на льнокомбинате. От ее внимательного взора ничего не укрылось. Она была весьма требовательна. А чего не открытого? Сегодня замок и должно быть позакрытым. Много вопросов возникло к бордюру, проложенному посреди дороги. По мнению Светланы Калининой, он является препятствием для разворота машин, в том числе скорых и пожарных. А также просто опасен в темное время суток, потому как его можно просто не увидеть. Кроме того, замечания касались и тротуаров у проезжих частей. По мнению эксперта, пешеходные зоны должны быть шире, а потому проектные решения нужно менять. Просто это ваши непродуманные проектные решения. Минстрой уже замучился говорить вам, учит и вас, в том числе регион, для того, чтобы здесь зоны... Да, 70 лет назад дворы строили, как были. Сейчас возможность была вам сделать безопасность для детей. И сами жители подкидывали проблем прямо из окон домов, указывая на аварийные крыши, из-за которых заливает квартиры во время дождей. Еще большое внимание Светлана Калинина уделила детским площадкам, особенно каруселям. На живом примере активист продемонстрировала, чем может обернуться простая неосторожность. Попрошу мне помочь. Подойдешь ко мне? Да. Иди ко мне, солнце мое. Можно я тебя наклоню? Вот сюда ручку. Где голова ребенка? Чувствуешь? Спасибо, мой золотой человек. Вот эта часть от земли должна быть всего 7 сантиметров, чтобы даже ее ножку туда не снимала. Ребенок шнурует ботинок, другой прокручивает карусель в шею, ребенка не относится с головой. У вас ровно до завтрашнего дня эту карусель опустить вниз, забетонировать ее и показать мне, что дети безопасны. К слову, были и положительные моменты в домах Заречья. Пятерку с плюсом эксперт дала за содержание клумб. Правда, этой похвалы за свои старания были удостоены местные жители. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. День с толком.